всем привет большой привет подписчикам которые так долго ждали продолжение постройки данной модели если вы новый зритель и вам интересно данная тематика и просто интересно понаблюдать подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые серии на нашем канале если вы не видели предыдущие стройки по данной модели ссылочка будет в верхнем правом углу а также в описании под видео всем приятного просмотра наливайте чайку погнали для шпаклевания толкателя использую шпаклевку от aurora hobby наношу довольно толстым слоем для избежания усадки обрабатываем следующую деталь пока подсыхает шпаклевка и сажаем все детали на свои места пока продолжает сохнуть шпаклевка и подсыхает деталька загружаем носовую часть припоем приклеиваем датчик на свое место проверяем чтобы датчик был правильно поставлен на свое место дополнительно прохожу быстро испаряющимся клеем и даю просохнуть далее приклеим фото отравленные элементы на клей гель антенна спаянные из трех деталей и ориентируясь по фотографии сажаем ее на свое место излишне клеем можно убрать торцом салфетки и активатором ускоряем полимеризацию клея с помощью жидкого скотча от aurora hobby будем клеить остальные элементы отравления опять же на супер клей гель он дает возможность позиционировать детали по месту сразу не прихватывает касаемо жидкого скотча и он однонести на инструмент и дать высохнуть только после этого можно хватать детальки обязательно поджимаем детали чтобы они хорошо плотно сели и не выступали над поверхностью всей модели так же приклеиваем все остальные отравленные элементы здесь у нас должны быть датчики обезжириваем модель перед грунтованием обезжириваю обезжиривателем от aurora hobby проходим все поверхности очищаем модель от соринок от пыли для грунтования использую черный грунт и вот ганза сдуваем пыльники и начинаем грунтовать с внутренних поверхностей без всевозможных стыков и углов в данном случае используется аэрограф с нижней подачей это удобно у него большая емкость как раз для крупных моделей отлично подойдет слои довольно тонкие мы стараемся закрыть все поверхности с первого раза на видео кажется что прям очень густо на самом деле они довольно тонкие и естественно сначала мы грунтуем нижнюю часть планера потом вверх после просушки низа так чтобы можно было хвататься за низ итак модель загрунтована выглядит она после этой процедуры вот так проверяем поверхности на огрехе пылинки и соринки где-то необходимо удаляем их как раз 1 совет который я буду использовать этого мистер хобби номер 337 но уже использую обычный аэрограф так как у него подачи еще меньше равномерно покрываю низ но тонко для того чтобы впоследствии можно было оттонировать также покрываем сначала нить потом вверх базовый цвет нанесен далее будут тонировать 337 у нас нанесен следующий 330 35 это у нас нитро эмали от ганзы в чистом виде его наношу но наношу не по панелям своеобразными изюками для неоднородной поверхности не хотелось мне красить модель как-то обыкновенно хотелось усложнить покраску проходим все элементы панелей таким способом где-то можно выделять лючки целиком где-то зюками где как получится от этого модель будет в конечном результате выглядеть более интересный процесс довольно трудоемкий но того стоит что это не удачный процесс как это не удачный процесс Финальный цвет Добавляю В остатке предыдущего 335 смотрю на оттенок, чтобы он сильно не отличался, скажем, но не было резкого перепада между оттенками и начиная уже более мелкими изюками тонировать панели. Опять же, это довольно трудоемкий длительный процесс, но результат будет красивый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если необходимо добиться какого-то дополнительного эффекта, можно слегка тонким слоем изгладить панельки, проходя по всей поверхности детали или отдельной панели. Опять же, проходим все труднодоступные места, стыки, где сложно подлезать нижнюю часть модели. Постепенно переходим к внешним панелям. Также протонируем все панельки очень мелко и аккуратно. Для того, чтобы у вас узор получался мелкий, нужно подносить аэрограф довольно близко и прорисовывать все элементы. Здесь, наверное, уже больше творческая работа и операция нужна на ваш взгляд. Ну, соответственно, не забывать и про фотографии, референсы какие-то. Проходим все мелкие лючки. Выделяем их, чтобы они более контрастно выглядели. Ну и переходим к более крупным панелям. Спустя некоторое время, покрываем модель лаком глянцевым, в данном случае Tamiya. Разбавлю сразу в баночку. Две банки лака. И одна баночка разбавителя. В общем-то, два к одному. Две части лака, одна часть разбавителя. Переливаю это все. Просто делаю своеобразный замес на будущее. Ну и так, чтобы хватило на всю модель. Две части лака. Еще однаơn красота. Две части лака. Отвżся обжар Stephanie. Спасибо за Bug Freeman. Спасибо за уважение! покрываю модель глянцевым лаком, опять же с внутренних поверхностей, стыков, углублений, где неудобно подлезать, а потом уже с внешней поверхностью. Проходим всю модель, это необходимо для того, чтобы защитить слой краски перед отдекаливанием и последующие смывкой. Сразу покрываем все детали, чтобы к этому не возвращаться 10 раз и чтобы не оказалось, что нужно клеить декали, а детали у нас не подготовлены. Слишком толстый слой наносить не нужно, но детали должны быть блестящие. Лак стараемся наносить на все поверхности, на все стыки, углы, внутренние стороны, чтобы при смывке не оказалось так, что у нас не подготовленная поверхность и смывка не хочет растекаться и смываться. Потому что если у нас поверхность будет матовой, то смывка она просто испачкается. Так, модель залакирована, даем ей просушиться хотя бы 12 часов. Опять же проверяем на соринки, пылинки и, если необходимо, устраняем все эти недочеты. Даем просохнуть лаком часов 12, после этого краской XF24 накрашиваем все радиопрозрачные детали. у нас сохраняем все Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» На левом келе у нас одна длинная полоса На правом коротенькая и черная, только на две лодки Антибликовая полоска на носовой части Прохожу очень тонко во избежание ступеньки после снятия скотча Краска также черным цветом окрашиваю необходимый участок В нижней смотовой части В нижней смотовой части Выбираем скотч, проверяем, что у нас получилось, все ли прокрашенные или нет Скотч снимаем параллельную линию, чтобы не получилось рваных краев Торопиться с этим не нужно, осторожно, нежно, аккуратно Так, модель окрашена, весновные цвета, оттонирована, покрыта лаком Сделаны мелкие элементы И далее будем переходить к этапу нанесения декали Надеюсь, вам понравились этапы работы в данной серии И понравилось следить за ними На этом у нас сегодня все Не забывайте подписаться на наш канал Если еще не подписаны Поставить лайк, оставить комментарий Заглянуть в описании к видео На этом все, друзья Всем хорошего настроения И пока-пока